В столичном дворце спорта стало известно имя самой красивой девушки страны. Ее определил национальный конкурс «Мисс Беларусь-2018». Выбор был сложный. 30 прекрасных во всех отношениях финалисток. «Мисс Беларусь» не просто титул. Победительница фактически представляет лицо нации. Поэтому главная красавица должна соединять в себе духовность, интеллект, креативность и доброту. Так что жюри обращал внимание не только на внешность. Яна Шибко о нелегком, но приятном выборе. Больше 100 кастингов, 700 участниц и, наконец, 30 самых красивых белорусок со всех уголков страны в финале. Чтобы добиться такой синхронности и отточить движение, девушки три недели жили как настоящие звезды большого подиума. Каждый день был расписан по минутам. Работали с лучшими хореографами, модельерами и фотографами страны. И без преувеличения намотали по сцене сотни километров на репетициях. Этой самой красивой традиции суверенной Беларуси уже 20 лет. Впервые первую красавицу страны выбрали в 98-м. Состав участниц на этот раз сильный, как никогда, подчеркивают организаторы. А еще дружелюбный и интеллектуальный. Сегодня поддержать конкурсантов в финале национального конкурса пришел и президент. Основатель одного из самых престижных конкурсов красоты Miss Supra National констатирует, уровень национального конкурса растет и белорусская красота востребована на мировых подиумах. Я не первый раз в Минске бывал и на Miss Беларуси, и, конечно, на Miss Supra National здесь же. Белорусские, на мой взгляд, самые красивые в мире. Куда бы ни пошел, в ресторан, просто на улице, везде красотки. Ну а самую красивую мы выберем сегодня вечером. И от многих факторов зависит, какая же из девушек сегодня победит. Каждое дефиле – мини-спектакль. Хореографические номера в тренде международных конкурсов красоты. Концепция шоу – четыре стихи на сцене. Какой из девушек гармонично сочетаются все, та и победит. Жюри было непросто. Белорусский национальный конкурс, он вообще на уровне международных конкурсов. Он проводится очень масштабно и с огромным количеством зрителей. Здесь, конечно, будут представлены самые лучшие девушки, красавицы. Из них выберут достойных победительниц. Пока мы делали ставки победит ли блондинка, брюнетка, зеленоглазая или голубоглазая, конкурсантки сошлись во мнении. Корона увенчает самую достойную девушку и непременно с добрым сердцем. Наверняка у девушки, которая получит этот высокий титул, мисс Беларуси, первая, вице-мисс, вторая, мне кажется, у нее будет огромная возможность привлечь внимание к определенным темам. Это просто мечта детства. Это очень круто, потому что 30 девочек со всей Беларуси выбрали самых красивых, достойны только самые лучшие. И у нас девочки тут все самые лучшие, самые красивые, у каждого какая-то своя изюминка. Я думаю, что жюри рассматривали всех девушек с разных граней, с разных сторон. Какие они красивые вот здесь, просто в душе. Пока жюри делало непростой выбор, Владимир Пересняков признался, его белорусская красота покорила давно и бесповоротно. Красоту белорусскую я оцениваю, конечно, по своей жене, прежде всего. И она будет у меня на первом месте. Действительно, девочки все. Ну, не важно же быть просто красивой, надо быть еще остроумной, иметь много юмора. Белорусские звезды специально для конкурса приготовили несколько премьер. Так, дефиле в купальниках в преддверии вторых европейских игр приобрело спортивный колорит под песней «Болеем за наших». А в год родной земли организаторы не могли не обыграть эту тему. Девушки закружились в хороводе и исполнили народный танец. И вот он, долгожданный момент, который навсегда изменит жизнь победительницы. Момент, которого этим вечером ждала вся страна. Зал затаил дыхание имя «Самые красивые девушки в Беларуси» победительницы конкурса «Мисс Беларусь». На ближайшие два года она станет не только обладательницей титула и короны, но и буквально послом красоты представим Беларусь на конкурсе «Мисс Мира». Итак, внимание! Обладательницей титула «Мисс Беларусь 2018» становится «Мария Василевич номер 17» громче! Мисс Беларусь «Мисс Беларусь» Мария Василевич, 20-летняя минчанка, студентка экономического университета. Мария мечтает о карьере телеведущей, гордится тем, что умеет пилотировать самолет. После победы девушка еще долго будет чувствовать себя на седьмом небе. Сейчас меня переполняет буря эмоций и отвечая на вопрос, кому я посвящаю победу, самой главной опорой всегда было и остается мои родители. Я их очень люблю и я думаю, это большая их заслуга, мое нахождение здесь на этой сцене, моя победа здесь. Я посвящаю победу им. Крупный денежный приз, внедорожник и участие в «Мисс Мира». Но главная победа в конкурсе открывает новые перспективы. О чем бы ни мечтали девчонки, у них все получится, ведь красота – великая сила. Яна Шибко, Алексей Юнош, телекомпания СТВ.